Война 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 Глупый жест, скользкий путь, и проклятия в упор стреляют в грудь. Знает власть грех и страсть, ложный выбор помогает нам упасть. И внутри пустота, это бомба, алкоголь и наркота. А как это прожить, чтоб по полю не кружить, чтобы на могил не рить, чтобы раненым не быть? Оглядеться на войне, вроде бы счастья ищут все, но не поднимают взгляд, только под ноги глядят. У несчастных сердец мало шансов и безрадостный конец. Где мечты, где любовь, точным выстрелом вся жизнь разбита в кровь. Война 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 клуба То есть, проходит время, им может быть уже 40 лет, они не замужем. Die Zeit vergeет, und vielleicht sind sie bereits 40 Jahre alt, und immer noch nicht verheiratet. Und im Leben einer Familie, im Leben eines Mannes, gibt es Augenblicke, wo man denkt, man steht auf einem Platz. Und die Menschen sagen, wo ist Gott? Wo ist die Kraft Gottes? Traurig ist es auch, wenn man kranke Menschen sieht. Die Menschen, die auch in der Gemeinde sterben. Die sind Mitglieder einer Gemeinde, aber sie sterben von unheilbaren Krankheiten. Особенно я заметил это последние 10, наверное, лет. Und ganz besonders habe ich es in den letzten 10 Jahren bemerkt. Когда по всему Советскому Союзу было такое серьезное пробуждение, христианское, было больше известно мне, больше известно об исцелениях от рака, например. Und damals, noch zu Совет-Zeiten, als diese große Erwägung kam, habe ich persönlich sehr viele Fälle von Heilungen, von Krebserkrankungen gehört. А сейчас я слышу наоборот. Und heutzutage sehe ich, oder höre ich, das Umgekehrte. Die служители умирают от рака. Die Diener Gottes sterben vor Krebs. Их дети и жены умирают от рака. Их дети и жены умирают от рака. Церкви молятся, постятся. Die Gemeinden beten und fasten. Исцеления нет. Und die Heilung kommt nicht. И многие сегодня говорят, что Сила Божья оставила Церковь. Да, есть сейчас проявление Силы Божьей. Но ничего не в той мере, как мы ожидали бы. Нет в той мере, как мы читаем в Святом Писании. И конечно, но это есть причины. И не столько причины в том, что Бог изменился. Но я думаю, что изменилась Церковь. И изменились цели в жизни. И изменилась, куда люди вкладывают свое сердце. И изменился просто взгляд человека на свою христианскую жизнь. И я думаю, что еще впереди Бог будет изливать свою силу. Но мы должны пройти какую-то подготовку. И я хочу прочитать к вам Евангелие от Луки, 4 главе. Ну это с первого стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола. И ничего не ел в эти дни, и по прошествии их напоследок взалкал. Сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедай-то тебе, сохранит тебя, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень. Ногую твою Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Там все есть, да. Обратите внимание на последний стих, который мы прочитали. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И Иисус керте в силу Галилея. Первое, что хочется сказать, сам Иисус Христос в силе Духа вернулся в Галилею после пустыни. И это первое, что я хочу сказать, что Иисус в силе Духа в Галилею вернулся в Галилею после пустыни. То есть, сила Божья никогда не приходит без того, чтобы пройти пустыню. И в этой пустыне, вы знаете, отскочит все, что мешает человеку быть преданным Богу. Если он, конечно, пройдет эту пустыню. И я думаю, что каждый из нас проходит свои пустыни. И эти пустыни, может быть сейчас у вас, и длятся они годы. И посмотрите, что это не Сатана привел его в пустыню, а привел его туда Бог. И посмотрите, что Бог позволяет, чтобы человек попал и был искушаем от Дьявола. Помните, мы молимся, не веди вы искушение, но избавь от лукавого. Но на самом деле мы попадаем обязательно в эти испытания. И без испытания, безусловно, не будет никакого результата. Откуда мы знаем вообще о разговоре Иисуса с Дьяволом? Откуда, как вы думаете? Что вы думаете, что Иисус с Дьяволом говорили, тем более такие подробности? Откуда оно попало в Писание? Откуда это знали ученики? Они же там где были. Да это сам Иисус рассказал. Иисус selbst hat это рассказал. Он говорит, подошел ко мне, Дьявол. И дальше все по Тексту. То есть он хотел этим что-то показать. Он не просто рассказывал, что вот со мной такое произошло. У него был смысл, зачем он это рассказывал. И безусловно, это касается не только Иисуса, он нам это показывает. Иисус, он голодал, и он в конце концов стал очень голодным. Иисус, он у них был очень хугрым. И тут Дьявол подходит к нему и говорит, если ты Сын Божий. И Satan, встречал ему в этом глазах и говорит, если ты Сын Божий. Скажи этому камню, чтобы он стал хлебом. Скажите, а вот это слово «Если»? Это для кого? Кто из них не знал, что он Сын Божий? Вы думаете, Дьявол не знал, что он Сын Божий? Помните, Бесы кричали, знаем, кто ты? А для кого это если? Это для Иисуса. Ты Сын Божий? Ты думаешь, что ты Сын Божий? И Иисус сейчас показывает нам и говорит, ты, Петр, ты думаешь, ты Сын Божий? И Иисус подойдет, тебе Дьявол и скажет, ты думаешь, что ты Сын Божий? Дьявол подойдет и скажет, ты, Сын Божий, ты так думаешь? Ну, тогда сделай эти камни хлебом. И удовлетвори свою потребность. Стань сытым. Сыт. Будь сыт. Правильно. Или полю. Так вот, интересный момент. Дьявол подходит к тебе и ко мне и говорит, если ты Сын Божий, почему у тебя такие проблемы? Ну-ка, помолись с верой. Чтобы у тебя была большая зарплата. Помолись, чтобы лучше была машина. Помолись, чтобы красивая была жена. Бетель, чтобы твоя женщина была. Чего она так располняла? Почему она так сгибает? Мне интересно, я знаю, как это, такая сказочка. Старик поймал золотую рыбку. Ein alter Mann hat einen фиш gefangen. Так трудно с переводом. Не переводить. Поймал золотую рыбку. И говорит, у тебя вот есть одно желание. И говорит, я хочу, чтобы моя жена была младше на 60 лет. Ему сразу раз, она 60 больше ему стала. Вот такие бывают вещи. Но вот приходит дьявол и говорит, если ты Сын Божий, почему ты в этих обстоятельствах? Интересный момент. Я хочу просто задать вам такой теологический вопрос. Если бы Иисус захотел, чтобы этот камень сделался хлебом, послушался как бы совета и попытался сделать камень хлебом, у него бы получилось или нет? Да? Открываем Евангелие от Иоанна, пятую главу. Кройте девятнадцатый стиль. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя. Если не увидит Отца, творящий, ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Если бы Отец не сказал Сыну превращать камень в хлеб, это бы произошло? Это бы не произошло. Сам Иисус ничего не мог сделать Сам от Себя. И мы с вами сто процентов ничего не можем свести с небес на землю, без того, чтобы это не захотел сделать Отец. И мы, вы и я, мы не можем ничего bewернуть, ничего от Себя не обидеть, что Бог не хочет. Как работает настоящая вера? Как работает настоящая вера? Как приходят настоящие чудеса от Бога? Мы слышим от Бога откровения. Мы получаем личное сегодняшнее Рема в сердце. Мы верим, поступаем по Божьему Слову. И тогда это происходит в жизни. И тогда это происходит в жизни. Вера и с осуществления ожидаемого. Но, к сожалению или к счастью, человек не может, верующий человек, Сын Божий, Дочь Божья, сам от себя ничего не может сделать. И представьте себе, вместо того, чтобы искать волю Божью, вместо того, чтобы предстать пред лица Божьего, например, как апостол Павел, у которого было жало в плоть, и он пристал перед Богом и говорит, я трижды молился, чтобы Бог убрал эту жало. Но Господь ему ответил, достаточно для тебя, моей благодати, и сказал, моя гнада reicht для тебя. Это дано тебе, это позволено мной, и есть прекрасная цель, для чего это. Чтобы ты не превозносился чрезвычайностью Откровению, потому что есть опасность. У тебя что-то есть в твоей Душе, что ты можешь превознестись. И я позволяю это ради твоего спасения. Может быть, ты так, Павел, не думаешь, но я, Бог, так знаю. Потому что я знаю тебя лучше, чем ты себя знаешь. И поэтому ты останешься с этим жалом. Бог может отвечать по-другому. Но это Он отвечает. Помните, был такой царь Езекия? Вы знаете, es gab einen König, Езекия. И вот он должен был умереть по воле Божьей. И он должен был умереть по воле Божьей. Но он отвернулся к стене и начал молиться, Господи. Но он отвернулся к стене, и начал молиться, Господи. Я так верно жил. Я делал дела, угодные тебе. Я делал дела, угодные тебе. И я думаю, что явно или косвенно эти учения вообще инспирируют дьявол. И нам ему надо опасаться этого. Он говорит. Дьявол говорит через эти учения. Ты Сын Божий. Ты Дочь Божья. Ты имеешь право на вот это и вот это и вот это и вот это. Возьми пост, провозглашай, молись. Все должно измениться. Ты должен быть здоровым. Ты должен быть успешным. Ты должен быть богатым. Я хочу еще один задать вопрос. И я хочу еще один задать вопрос. И я хочу еще один задать вопрос. Теологически. Eine теологische Frage. Искуплены ли наши тела? Уже полностью произошло Искупление наше или не полностью? Включая дух, душу и тело. Это теологический вопрос. Давайте почитаем римлянам восьмую главу. Ласст uns Рömer, капитал 8, vorlesen. 23 стих. Vers 23. Тут в основном на вторую половину надо обратить внимание. Мы müssen die zweite hälfte anschauen. И не только она, но и мы, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая, усыновление, искупление тела нашего. И еще искупление тела не наступило. Если бы оно наступило, умер бы любимый ученик Иисуса Иоанн своей смертью, он бы умер или нет? Своей смертью он умер или нет? Ведь его не убили. Он, с точки зрения Иисуса, был, наверное, самый лучший. Иисус его больше всех любил. Иисус его больше всех любил. Иисус hat ihn am meisten geliebt. Но он умер. Иисус умер. Иисус умер своей смертью от старости. Иисус умер своей смертью Откуда вообще пришла смерть? Woher ist eigentlich der Tod gekommen? Через грех, правда? Durch die Sünde. Ist doch wahr. И написано, державу смерти имеет кто? Und es steht geschrieben, Дьявол написано, он имеющий державу смерти. Это имеет Дьявол. Und das hat eben der Сатан. А если смерть пришла через грех, а через что пришли болезни? Смерть и болезни из одного источника, вы знаете? Из этого источника же сказано, что ты будешь в поте лица своего зарабатывать хлеб. Из-за того, что люди согрешили, в их жизнь пришло все. И смерть, и тяжелый труд, и недостаток, любой, и болезни, и болезни. И соответственно, этому местописанию мы начаток Духа, искуплен наш Дух. И мы рождены свыше, мы имеем Дух. Дух Святой живет в нашем Духе, наш Дух ожил. Наши тела, мы еще ожидаем, когда будут искуплены. И мы ожидаем еще, когда будет время, когда никаких болезней не будет. И мы еще ожидаем будущего века, в котором будет весь достаток, и ни в чем не будешь нуждаться, это в будущем веке. А сегодня все это имеет право на нас. У нас право имеют болезни, у нас право имеет Голод, и все остальные вещи. И мы можем вкусить сил будущего века. Мы можем вкусить этих сил. Но это воля Божья. Это Он имеет власть на небе и на земле. И часто Он позволяет проблемам продолжать быть в нашей жизни или появляться в нашей жизни. Чтобы разделить нас внутри. Слово Божье говорит до разделения души и духа. К чему Бог ведет? К какая цель у Бога допуская в нашей жизни страдания? Что мы ответили так же как Иисус? Потому что мы Его ученики. И что сказал Иисус? Не хлебом одним будет жив человек но Словом Божьим исходящим из уст его не здоровьем одним будет жив человек но Словом Божьим но Словом Божьим не избавлением от смерти будет жив человек но Словом Божьим и Бог может сказать что ты смертью должен прославить его посмотрите как это сразу нас тревожит и сразу дает понять что для нас важно Слово Божье Бог и Его воля или моя земная жизнь и все что в этой жизни сразу можно увидеть к чему привязано сердце я услышал такое свидетельство такое свидетельство исцеления одна женщина она несет служение где в церкви на Украине она несет служение и она сказала мне так у меня началась гангрена на ноге я заболела и началась гангрена гнить нога начала и врачи сказали надо отрезать ногу и я сказала Богу и я сказала Богу и я сказала Богу Боже ты знаешь мой характер и если мне отрежут ногу я жить не буду я застрелюсь если ты не хочешь чтобы я пошла в ад исцели мою ногу и Бог говорит меня исцелил я понимаю милость Божью но обратите внимание человек может сказать Боже я готов всю вечность быть без тебя если ты у меня ногу заберешь я отрекусь вообще от тебя и твоего учения если ты мне что-то в жизни не дашь и не устроишь я перестану тебя любить Бог если ты не будешь решать мои проблемы как мне хочется вы знаете видите к чему это все ведет сразу ясно для чего куда идет твое сердце но Иисус сказал я готов голодать я не хлебом вообще я живу я живу отношениями со своим отцом и он прошел это испытание если мы не поймем это испытание своей жизни мы можем разбиться в вере потому что все учения которые так учат если ты Сын Божий ты автоматически имеешь право на то и на то на то они в конце концов ведут себя чтобы ты не искал воли Божьей а заставлял Бога исполнить твою волю и безусловно это не произойдет это чудо и тогда Сатане легко вообще украсть у тебя всю веру и ты перестанешь верить что ты Дитя Божьей и ты перестанешь верить что ты Дитя Божьей если я этого не имею Бог мне не дает значит Бог меня не любит или Бога нет вот это временная жизнь наша как написано кратковременное даже страдание что есть наша жизнь она производит безмерном преизбытке вечную славу и Бог хочет провести нас в этой жизни именно так чтобы наше сердце окончательно и бесповоротно было привязано и прилеплено к Богу чтобы для нас небеса были важнее земли и отношения с Богом важнее всего что есть в этом мире в нашей жизни поэтому нужно очень опасаться этих учений а захотеть общаться с Богом я хочу сказать он добрый Бог он настоящий Отец и он нас выводит из этих ситуаций но тогда когда мы говорим Господь не моя воля а твоя воля добудет вот этого решения в нашем сердце Бог всегда ожидает я знаю я знаю помолитесь помолитесь за исцеление я буду я беру я беру это твою волю я беру да будет воля твоя и она ушла с этими слезами домой но через две недели она пришла ко мне и сказала у меня нет опухоли Бог исцелил меня есть врачебное подтверждение я больше не больная заметьте она не верила в исцеление но она верила в Бога она не искала этого исцеления но это исцеление пришло это тоже такой способ как Бог исцеляет это хорошо когда ты получаешь от Бога ясное откровение стой в вере провозглашай молись возьми пост и я исцелю тебя через три дня хорошо когда Бог говорит тебе иди семь раз окунись в Иордании будешь жить тебе остается только пойти и окунуться тебе остается или сделай другое что хочет от тебя Бог со мной знаете моей женой обнаружили в почке камень и тест Один с чем-то сантиметр. И она так переживала. Вдруг что-то, наверное, Бог с ней заговорил. Она подходит ко мне и говорит, Саша, что такое камень в почке духовно? Я говорю, камень за пазухой на кого-то держишь. Если у тебя какая-то обидно, какое-то недовольство, и вот ты его держишь. Она подумала и говорит, точно, на одного пастора и на одного епископа. Я говорю, ну давай, решай вопрос. Он говорит, если ты правильно сказал, я буду молиться, чтобы завтра я его встретила на улице, в нашем районе, потому что он живет совсем в другом. Она завтра его встречает. И я договорилась, чтобы мы имели аудиенцию, и я поеду к нему в офис. И со вторым она тоже договорилась. И она поехала и высказала все, что имела внутри против него. И они хорошо поговорили с первым и со вторым, покаялись, попросили прощения, примирились. И вы знаете, через несколько недель она пошла на УЗИ, на ультразвуковое исследование. А камня нет. Нету камня. Вот так происходит. Если ты, Бог, сказал что-то, сделай это. Но есть такие вещи, когда надо Богу сказать, да будет воля твоя. И когда даже подбуждает тебя Сатана и говорит, если ты Сын Божий, вот борись, победи, покажи. Auch wenn der Satan dich dazu bewegt und sagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach das. Пусть Бог докажет, что он тебя любит. Бог доказал свою любовь давным-давно на Кресте. И Бог ожидает от нас. Вот в таких испытаниях, чтобы мы сказали, не хлебом, никакие там изменения в моей жизни нужны, чтобы любить тебя, чтобы поклоняться тебе, чтобы быть верным тебе. Veränderungen in meinem Leben brauche ich nicht, um dich anzubeten, dich zu lieben und dir zu dienen. Мне достаточно того, что ты простил и искупил все мои грехи, чтобы моя душа жила вечно. Мне reicht vollkommen, dass du mir meine Сünden vergeben hast, damit meine Seele ewig lebt. Даже если мы ничего не получим, большего и лучшего в нашей жизни, то, что наши имена записаны в книгу жизни, это самый великий подарок от Бога. Auch wenn wir nichts weiter in unserem Leben empfangen werden, dass unsere Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, das ist das Wichtigste. Как часто в процессе жизни нам трудно держаться этой Истины. Wie oft ist es schwierig, diese Wahrheit festzuhalten im Laufe des Lebens. Ich sehe, dass wir diese Bibelstelle nicht weiter erläutern können. Wir тогда остановимся сегодня на этом. Dann lassen wir das sein. Und ich möchte sagen, dass wir immer eine Wüste durchgehen müssen. Прежде чем Сила Божья будет действовать в нашей жизни, bevor die Kraft Gottes in unserem Leben wirken wird, испытания и обстоятельства нашей жизни окончательно вынесут нам приговор, werden uns letztendlich ein Urteil sprechen. Ищем ли мы прежде Царство Божие и Правда Его? Чтобы остальное Бог приложил. Damit Gott den Rest auch dazu gibt. Чтобы приложил то, что нам необходимо для того, чтобы успешно искать Царство Божие и Правда Его. Und dass er das dazu gibt, damit wir mit Erfolg nach seinem Reich und seiner Wahrheit suchen. Und oft ist es nicht das, was wir uns vorstellen. Чтобы у нас было больше веры, что нам нужно? Damit wir mehr glauben haben, was benötigen wir dafür? Чтобы было больше веры. Damit wir mehr glauben haben. Что надо? Ну, Слово Божие понятно. Я вам скажу. Ich sag's euch. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой? Hat denn Gott nicht die Armen dieser Welt auserwählt, um reich im Glauben zu sein? Когда в твою жизнь приходит бедность, у тебя увеличивается вера. Ты знаешь, wenn die armut in dein Leben kommt, dann wird dein Glaube verstärkt. Когда ты можешь сказать, Господи, umnoge нас веру, wenn du sagen kannst, Gott vermehre unseren Glauben, как благословение в твою жизнь может прийти бедность, wieder segnen in dein Leben kann die Armut kommen. потому потому что Бог говорит, я избрал этих людей, чтобы они были богаты верой. Видите, как отличаются часто наши понятия с Богом? Ведь он хочет, чтобы мы были святыми, чтобы мы были праведными, чтобы мы становились лучше и лучше. Это не всегда связано, что наша земная жизнь будет лучше и лучше. Наоборот, церковь слабеет в праведности, когда у нее нет проблем. И грехи входят в жизнь человека, когда у него нет проблем. Потому что когда есть проблемы, ты больше в молитве и ты более строго относишься к себе. Потому что тебе нужен Бог и ты хочешь выйти из этих проблем. когда нет проблем, зачем тебе Бог? Мне и так все хорошо. Ну и что, небольшие грехи пришли? Зарплата такая осталась. Ну и что, еще больше грехи? Бизнес расширяется. Mein Geschäft wird größer. Я езжу еще на лучший курорты. Ну и что, что в моей жизни нету духовного роста? Ну и что, что в моей жизни нету духовного роста? У меня так хорошо вкусно джина готовит. горячих 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 но чтобы это лучшее нас не сделало худшими. Как там он эту грань не выстраивает? Что тебя испортит, а что тебя не испортит? И мы иногда попадаем в разные испытания, искушения. Но сегодня мы закончим на том, что скажем, в любом испытании в самой тяжелой пустыне и в момент, когда нас придет искушение сказать, если я Сын Божий, почему у меня все так плохо? Мы должны знать, что хочет услышать Бог. Что должно быть в нашем сердце? Не хлебом единым, но Словом Божьим. Не этим земным. Но придет время, когда я не буду плакать и не буду ни в чем нуждаться. И если нет воли Божьей исцелить меня, может быть, большую славу Богу принесет то, что я в страдании перед всем миром останусь верным Богу и буду благодарить Его, несмотря на то, что смерть придет. И этой смертью я Его прославлю. И это очень тяжело. И это тяжело нашей Душе. И для нашей Сыны тяжело смиряться. И это тяжело все это делать. И это тяжело, это тяжело все это делать. Но я лично понимаю, что у нас нет другого выхода. Но мы идем в этой плоскости. И мы ничего не поменяем. Мы должны сами измениться. Если Бог увидит, что это изменение в тебе достаточно, я знаю, что он имеет добрый характер. И он часто дает нам гораздо лучше и больше. Но смирение перед Богом, смирение в своих аппетитах, это часто самое лучшее основание для наибольших благословений. Это часто это лучшая основание для больших благословений. Вот я хотел бы помолиться, чтобы это слово в нашу жизнь в сердце уложилось. что это слово в нашу жизнь и в нашу сердце вложилось. Давайте встанье помолимся. Давайте встанье помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса, в имя Иисуса, я благодарю тебя, что ты дал нам спасение. У нас еще есть немногие, может быть, годы на этой земле. Даже если будут десятки, десятки лет, все равно это промелькнет. Господи, дай, научи нас оставаться верными в любых обстоятельствах. И мы провозглашаем в Господе. Я верю, что любящим Бога все содействует ко благу. я верю, что страдание производит вечную славу. И я знаю, что ты хочешь для нас всегда лучшего. и я знаю, что ты имеешь намерение во благо, а не во зло. И ты имеешь намерение во благо, а не во зло. Пусть эта вера всегда укрепляется в нашем сердце. и благослови нас. Благослови нас. успешными. Чтобы они были здоровыми. Чтобы правда эти проблемы ушли. Дай Господь им милости. Но просто во всем пускай будет воля твоя. Аминь. Аминь. Я хочу одну песню спеть. Она называется, знаете как? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Моя песня Все будет хорошо. Все будет хорошо. А моя дочка старшая, она 13 лет ей было, и она как-то сидит и плачет. Я не помню, что-то там в школе произошло. Моя девушка, что-то в школе И я думаю, что-то что-то делать-то. Я взял Гитару. Я взял Гитару. И плачу. Все будет хорошо. И мне больше никаких слов. И она рассмеялась. Но я написал дальше еще слова. И потом я написал Пожалуйста. Петя. Вот увидишь, все будет хорошо. Ночь пройдет, попутным станет ветер. И дорога к цели приведет. И светлее станет жить на свете. Все будет хорошо. Тепло растопит лед. И солнышко взойдет. Разбегутся тучи. И станет вдруг смешно, как плакал ты о чем. Все будет хорошо. Или даже лучше. Не волнуйся, все будет хорошо. Снег пойдет, и дети рассмеются. А потом подснежник зацветет. И домой любимые вернутся. Все будет хорошо. Построим новый дом, и песни запоем. Соберем букеты, и будем отдыхать, и звезды зажигать, и кушать пироги, и жевать конфеты. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А может быть еще зарплаты подрастут, а цены упадут, и долгов не будет. Не ставим мы стареть, забудем, как болеть. И будет хорошо, и все круче будет. Ну, а если тучи не уйдут, и опять вкус жизни с горьким перцем, и ветра корабль об стены бьет, но Христос в твое вселится сердце, и вопреки всему в тоску, пургу, инглу он разожжет очаг для надежды вечной, и будет согревать, и крылья расправлять, чтоб мы могли летать над землею грешной. Видимое временно, а невидимое вечно, и земные радости пройдут, как пройдут и все печали, а сила веры в прекрасную будущую вечность способна лишить силы любую боль и любое страдание. Все будет хорошо, когда идем пешком, или когда летим на воздушном шаре, когда мы вдруг поймем, что значит хорошо, кто создал этот мир, и кто счастье дарит, когда мы вдруг поймем, кто нам счастье дарит. Слава Богу! салт пешком, кто смеет дарит, дарит, Продолжение следует...